Всем привет! Сегодня будем делать успокаивающие и противовоспалительные маски для восстановления и регенерации кожи после пребывания на солнце. В прошлом видео я делилась с вами рецептами омолаживающих и отбеливающих масок. Состав этих масок очень простой, но очень эффективный. И забыла сказать, что эти же маски мы можем использовать в качестве скраба для тела. Кожа становится необыкновенно мягкой и нежной. Кто уже испробовал эти маски, обязательно напишите в комментариях ваши впечатления. А сегодня по вашим запросам я расскажу о масках, которые будут полезны в летний жаркий период, когда солнце очень активно и не всегда удается уберечь кожу от излишнего солнечного воздействия. Первую маску мы будем делать из семени льна. Лен обладает противовоспалительными, бактерицидными, ранозаживляющими и регенерирующими свойствами, что идеально нам подойдет для оказания помощи нашей кожи. Нам понадобится 1 столовая ложка семени льна. Лен мы заливаем половиной стакана горячей воды и даем настояться. Затем нам понадобится тканевая маска. Как ее сделать я рассказывала в одном из видео. Ссылку на это видео я обязательно оставлю в описании. Пропитываем нашу тканевую маску остывшим гелеобразным льняным настоем и делаем охлаждающий компресс для кожи, пострадавшей от солнца. При таком использовании маска из льна очень комфортна. Она не высыхает и не стягивает кожу. Находиться с ней можно 10-15 минут и делать ее можно 2 раза в день. Следующую маску мы будем делать из огурца. Огурец помогает снять боль, отек и покраснение, охлаждает нашу кожу, а из-за мощных антиоксидантных и анальгетических соединений помогает быстрее заживить поврежденную кожу и облегчить дискомфорт. Есть несколько рецептов маски из огурца. Можно измельчить огурец на блендере, отжать сок и пропитать нашу тканевую маску соком огурца. Использовать 2 раза в день выдерживайте 10-15 минут. Для второго варианта огуречной маски нам понадобится овсяная мука или кукурузный крахмал. Эти ингредиенты снимут жар с нашей кожи, уменьшат раздражение и воспаление. Мы взяли геркулесовые хлопья, измельчили их на кофемолке, получили овсяную муку. Овсяную муку добавляем в огуречную массу. Все перемешиваем до однородной консистенции и наносим на кожу. Наносим нашу маску на очищенную кожу лица. Эта маска приятно охлаждает кожу, освежает ее, устраняет последствия загара. Эта маска мне особенно сегодня необходима, так как я очень активно провела выходные и долго пребывала на солнце. Эту маску мы также можем нанести на область вокруг глаз. маску. Эту маску мы можем выдерживать 15-20 минут. она легко смывается прохладной водой. Также можно нанести на шею и область декольте. Хочу напомнить о массажах и гимнастике для лица. В одном из видео я подробно рассказывала, какие приемы можно делать, а какие лучше исключить, чтобы не оказывать излишнего воздействия на раздраженную кожу после пребывания на солнце. Ссылка на это видео сейчас появится здесь и обязательно оставлю ее в описании. Кто уже посмотрел это видео, напишите в комментариях, используете ли вы эти приемы. Девочки, эти охлаждающие маски можно использовать, если вы получили легкую степень солнечного ожога. Если ожог более серьезный, с образованием волдырей, то не стоит заниматься самолечением и лучше обратиться к врачу. При солнечных ожогах ни в коем случае нельзя наносить масло и жирную сметану, как советовали раньше. Эти средства создают на коже плотную пленку, которая не пропускает воздух и препятствует теплообмену. Вместо того, чтобы охлаждаться, кожа еще больше перегревается, что приводит к ухудшению состояния и развитию отека мягких тканей. К тому же масло и сметана не являются стерильным веществом и при серьезных ожогах создается благоприятная среда для развития инфекции. Это может стать причиной вторичного инфицирования. Мы смыли нашу маску прохладной водой. Я чувствую, как моя кожа заметно освежилась и успокоилась. После этого можно протереть лицо холодным свежим зеленым чаем и после нанести охлаждающий гель после загара. Например, алоэ вера. Если это видео было для вас актуально, обязательно напишите в комментариях ваши впечатления об этих масках. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Рекомендуйте друзьям и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...